Смотрите, вот опята, вот возле ноги, возле ноги, срежу пока не наступил. Смотрите, опята, 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 вон опята, вон там, вон возле бутылки, опята, вот-вот-вот-вот-вот-вот, их тут просто... Всем привет, вы на канале Тихая Охота. Я сегодня в Широколиственном лесу, для грибников Воронежской области, это Шипов лес. Хочу поискать опят, ну и посмотрим, что сейчас здесь есть. Смотрите, зонтик пестрый, вот его можно есть, не отваривая. Лишь бы этот, наверное, червивый. Да не, ну какой-то он уже старенький. Наверное, этот брать не буду. А рядом с этим звездовик. Ну, звездовики тяжело, конечно, до вида определять. Кстати, вот эта кожура у него стерильная, если брать нераскрывшийся зонтик, ну и зонтик, звездовик. И можно использовать как ликопластырь. Также его порошок, высушенного звездовика, тоже можно использовать как антисептик. А рядом зонтик пестрый. О, чистенький. Сломалась шляпка пополам. Ничего страшного. Можно есть без отваривания. Вот оно, колечко. Он не краснеет. Он не краснеет. Вот он такой. Ну, коричневый на изломе. Никакой красноты не происходит. Там возле корзины еще один зонтик пестрый. Можно брать и ножки. Мне писали, что высушенный зонтик пестрый ножки легко перемалываются вручную в труху. Не обязательно иметь кофемолку. Так, немножко зонтика пестрого взять. Ножка полая, волокнистая. Брать я ее не буду. Вот так. Вот она. Никакой красноты в ножке. Не все зонтики краснеющие можно также брать и готовить без отваривания. Некоторые, ну, хлорофилом темно-бурый, в нем бывают токсины. Ну, они либо действуют не на всех, либо, возможно, это связано с местами произрастания. Навозник обыкновенный. Вот, смотрите. У него автолиз уже начинается. Еще его называют навозником серым. Вон еще парочка таких же. Один уже и почти разложился. Ну, вот, друзья, печеночница, съедобный гриб. Но вот такие большие я уже не беру. Их надо вымачивать. Они очень кислые, молоденькие. Прям самое то. Такие. Вообще можно брать еще пока гриб свежий. Но я уже их наелся и намариновался, и жарил, и сырыми ел. Надоело. Как и маслята надоели уже. Маслят, я думаю, еще пособираю. Вопросы также были, на каких деревьях можно печеночницу встретить. Дуб, каштан. В нашей местности это только дуб и каштан. На дубовых каштановых пнях, на дубовом валежнике, на бревнах, на живых деревьях, на корнях. Их, вот они, выросли на корне дуба. Вот он, дуб. Вон они, листья дуба вверху. На дерево видно, что больное. Даже веток мало. Смотрите, какой красавец. Пестрый зонтик. На длинной ножке. Вот он. Кстати, бывает такое легкое, слегка такое, как буреет, что ли. Но оно сразу просто измененный цвет мякоти. Он сразу не на глазах краснеет, а отламываешь. Он уже такой. Такое бывает. Но это не краснеющий зонтик. Ну вот. Смотрите. То есть, он не будет краснеть. Вот оно колечко. Не приросшее. Вот. Вот. В ножке не краснеет. Буроватый цвет, конечно. Но не краснеет. Вот. Такой. Как. Змеи. Змеиный цвет. Змеиный такой цвет ножки. Как змеиная кожа, что ли. Такое. Встретился подгруздок белый. Я его уже выкрутил. Просто назад вставил. Как будто так и было. Он уже такой нефотогеничный. Значит, вот у него нет никакого млечного сока. Этот уже огромный такой. Ахристый. Часть шляпки. Своей он. Не то, что потерял. Она как-то рос. Она лопнула, треснула. Вот она. Гриб съедобен. Причем, так как вот грузди, млечники, их нужно вымачивать. Да. Они горькие. Этот не горький. Его не надо вымачивать. Холодным посолом посадить. Так же, как и рыжики можно. И через 3 или 5 дней, когда там просолится он хорошо, можно есть. С ним вообще никаких проблем и заморочек. Никакой горечи, ничего не будет. Это подгруздок белый. Вот такой вот тут лес. Кто-то здесь пилил валежник. Вон он. Я вот так вот шел. Вот этот пень лежит. И печеночница здесь прямо выросла. Да. Так что дерево не зря упало это. Его съели. Съел тортовик вот этот печеночница. Рядом вот тут же ликогала древесинная выросла. Я в прошлом видео про нее рассказывал. Это слизевик. Относится он к миксамицетам. В общем, он не гриб. Кому интересно, в прошлое видео зайдите. Я там про него рассказал. Все уже. Вот, друзья, встретился опенок кирпично-красный. Еще его называют ложным опенком кирпично-красным. Вот такое покрывало под шляпкой. Кирпично-красный оттенок, цвет шляпки. Вот такие вот желтоватые, такие слегка пластинки. Они потом бурые становятся, когда высыпаются споры. Вот он тут вырос на пне. Гриб считается условно съедобным. Но многие сходятся на том, что он невкусный. Брать я его не буду. Но показать стоит. Если кто-то его пробовал, то пишите в комментариях, какой он вам на вкус. Я хочу поискать просто другие грибы, более вкусные. Тем более у меня уже есть зонтик пестрый. Зачем мне этот гриб брать? Вот тут, кстати, рядом гименахета бурокрасная на дубовом пне выросла. Старая, сухая. Можно еще... Да, думаю. Думаю, стоит показать на разоритетах. Третья, этот гриб. Вот так он выглядит. По незнанию можно спутать с осенним опенком, хотя они совершенно не похожи. А вот это, друзья, полубелый гриб или желтый боровик. Химилицинум имполитум. Сейчас. Оп. Старенький. С плесенью. Чистый. Но чистый. Я вот это обрежу. Я как-то вообще не стремаюсь вот этого всего. Плесень. Мне писали, что запах у него неприятный. Ну, его нужно отваривать хотя бы минут пять. Закипел. Вот минут пять покипел. Слили. И все. Можно готовить. Не будет никакого неприятного запаха и кисловатого вкуса. Все. Отличный гриб. Половинка полубелого. А вот тут, смотрите, подгруздок белый. Этот я уже сломал. Молоденький. Вот такой возьму. Млечного сока нет. Вот по пластинкам он похож на скрипуху. Только у него нет млечного сока. Вот еще. Можно засолить. По-быстрому. Еще его называют сухой грусть. И полубелый. Тут же рядом. Вот он. Красавчик. Нужно сфотографировать эту находку. Так, сейчас проверим гриб. Ну-ка. Вот такие у него бывают. Красноватые такие. Колечко такое на ножке. Красноватая немножко. О. Ну, гриб чистый. Вот, смотрите. Желтый боровик. Полубелый. Хорошо. При повреждениях мякоти у него вот этот красный цвет выходит. Бордовый. В местах повреждений. Я не знаю. Может он так залечивает раны свои. Не знаю. Какое-то. Ну. Вещество выделяет. Которое не дает. В места повреждений. Инфекции заходить. Вот это вот я не знаю. А вот он, друзья. Часто такое бывает. Найдешь один полубелый. И тут же рядом найдешь и другой. Вот он. Красавчик большой. И вот они еще. Этот старенький. Эти помоложе 2. Хорошо. Надо сделать фото. Ну-ка. Молоденькие. А этот проверять даже и не буду. Пускай стоит себе. Это мне скоро придется к машине возможно возвращаться. Потому что ведро как-то стало быстро заполняться. Вот он. Красавец. Смотрите какой. Во. Вот это. Хороший. Так. Сейчас его проверю. На червивость. Фоп. Чистый. Смотрите. Мякоть такая желтоватая. Желтая. Класс. Вот это гриб. Вот это я понимаю. А сзади. Смотрите какой. Еще больше. Опа. Старенький. Старенький. Сейчас. Сейчас я его тоже проверю. Червивый. Но для фото. Да. Сфотографировать надо. А вот друзья. Мухомор. Я так думаю. Пантерный. Я слыхал. Что вроде как он может в широколистных лесах расти. Но встретил его впервые. Вот. Юбочка. Серо-коричневого цвета. Такое. Обычно я его встречаю в сосновых барах. Парочка их всего. Больше вроде не видно нигде. А вот этот гриб называется крепидот мягкий. Его можно конечно по незнанию спутать с вешенкой. Но гриб съедобен. Или условно съедобен. По-моему с этого. По-моему он просто съедобным считается. Или условно съедобным. Я плохо помню. Вот пластинки веером расходятся. Я потом напишу здесь. Какой он съедобный или условно съедобный. Но гриб не ядовит. Так что. Если спутали. То бояться не надо. Я его не пробовал никогда. Сразу скажу. Мне не хочется. Лучше вешенку найти. Но показать стоит. Он бывает такой серый, белый. Таких вот цветов. Даже вот тут. Бывает. Такой вот встретишь. И переход. Видно вот белый он был. А тут вот серый краю. Вот так вот. Поэтому. Вот. Это один и тот же гриб может вам попадаться. Его можно встретить вплоть до января. Такой он. И летом. И летом. И до января. Вот такой неприхотливый. Немножко вот. Ну главное чтобы сыра было. И он. Температуру он переносит. До морозов растет прекрасно. Пока вот постоянные морозы не установятся. Встретилась говорушка восковатая. Вот она. С таким она как бы светлым налетом. И видно вот коричневая. На шляпке. Гриб считается смертельно ядовитым. Сейчас покажу. В общем-то в руки брать не страшно конечно. Но есть этот гриб не надо. В шиповом лесу сейчас сыро. И вот я сейчас иду до того места где я раньше их собирал. Видео снимал. Потому что дорога очень раскисшая. Я побоялся заезжать. У меня автомобиль переднеприводный. Двух мостов не имеется. Ни Нива. Ни УАЗ. Я могу не выехать отсюда потом. И вот по дороге полубелые попадаться стали часто. И это совершенно другое место. Не то где я их собирал до этого. Вот эта вот грязь. Он не червивый. Просто земля попала. Вот я срезал. Уже я еще не дошел до своего места. А у меня уже пол корзины. А вот это, друзья, похоже на рядовку голубиную. Сейчас ее проверим. Чистенький гриб. Вот такие вот пластиночки редкие. Возьмем. Рядовка голубиная. Чуть она такая. Ну она не сильно прям белая. Чуть желтоватая вот она к центру. Не чисто белая. Пусть будет. Первый раз нашел этот гриб. Красивый. Вот еще. Парочка. О, какие ноги. Вот той тонкая ножка была. Эти. Красавцы. Рядовка голубиная. Берем. Парочка. Такие нужно обязательно пофотографировать тоже. Встретился маховик. Ну, среди маховиков я ядовитых грибов как-то и не знаю. Вроде у нас и нет ядовитых. Есть перечный, который просто надо в небольших количествах добавлять в еду, потому что перечный гриб, он острый. Потому и перечный. В маховиках я не силен в определении. Но вот этот вот не синеет. Мне кажется, это маховик каштановый. Да. Не синеет. Цвет не меняет нигде при повреждении. Да. Я думаю, маховик каштановый. Вот я уже и на свое место притопал. Вот уже грибы пока шел. И вот он голубелый. Дождь начался. Но я же не могу взять и уехать без грибов. В такую даль ехал. Так что надо насобирать. Вот они, друзья, наросли. Я сюда за ними долго не приезжал. Раз. Два. Вон. Вон они. Три. Четыре. Дальше еще, думаю, будут. О, и дождь, зараза. Ну ладно, соберем. Ноги уже сырые. Ох ты. Не. Надо же сфотографировать. Такую красоту. И вот тот. Красавец. Так. Берем. Второй. Огромные. Я их, кстати, пробовал сушить. Пробовал их сушить. При сушке они издают тоже вот этот вот свой запах. Такой химический. Поэтому сушить желательно где-то в каком-то месте. Где вы не будете нюхать их. Ох, гляньте. Раз. Это я сейчас еще немножко таких найду и полная корзина будет. Еще. Вот это красавцы выросли. Долгое. О, я думал он развалился. Нет. Он просто рос в неудобном положении. Да. Сейчас еще вот решил поснимать, показать вам рядовку голубиную. Вот как описывается на срезе, мякоть розовеет. Ну, слегка такое вот порозовение, конечно, есть. Наблюдается небольшое. Но мякоть белая. Пластинки, вот молодой гриб, видно, что довольно-таки частые. А с возрастом вот такие какие-то они. Ну, нечастые, редкие. Но это кажется из-за того, что вот эти вот пластинки, часть короткие стали в процессе роста. Пластинки приросшие к ножке. Вот, пластинки. Да. Шляпка не чисто белая, такая вот с пятнышками охристыми. Гриб перед готовкой замачивают, а потом снимают пленочку. Кстати, да, вот она снимается легко. Пленка. Рядовка голубиная. Так же считается, что гриб этот редкий. Растет под дубами и березами. Обычно. Ну, под березами я не встречал еще. Вот под дубами встретились. Да, довольно-таки мощная ножка. Хотя вот и поменьше есть. Надеялся сегодня на пят, но все-таки сегодня день желтых боровиков. Еще вот один. Красавец. Этот постарше, этот помоложе. Третий день желтого боровика. Корзина будет набита в основном этими боровиками сегодня. Ну, я надеюсь, что-то еще попадется интересное сегодня. Вот еще рядовка голубиная. Я не знаю, брать, не брать. Я уже вон желтых боровиков набрал. Как-то мне особо и не надо. Тут их оставлю, наверное, здесь. Смотрите, как загибаются шляпки. Вся волнистая, изогнулась вся. Прикольный гриб такой вообще. Вот, смотрите. В прошлый раз я, когда был в этом лесу, вот все-таки я был прав. Мне встречались вот эти грибы, только еще мелкие они были. Это гибелома клейкая. Гриб считается ядовитым. Плотная ножка довольно-таки. Слизистая шляпка. Вот их тут парочка. Вот здесь еще один. Вот. Наросло тут их. Тут их вот даже три штуки сразу. Гриб ядовит. Ну, это надо почитать. Я вот не помню, он смертельно ядовитый или просто ядовитым считается. Но, во всяком случае, собирать гриб этот мне рекомендуется. Так. За ветку зацепился. Вот такие вот какие-то чешуйки мелкие на ножке есть. Присутствуют. Запах. Ну, такой. Немножко неприятный. Но не сказать, что тут прям сильно неприятно был. Вонючий. Вот такой гриб. А вот, смотрите, я вот так вот шел. Тут вот корзину я уже поставил, прошел. И вот они. Целых два. Два желтых боровика. Опа. Ага. Закрываем. Хотя сейчас очень влажный воздух, дожди. Можно как бы и не заморачиваться, не закрывать. Грибница не посохнет. Отлично. Так. Вот. Бывает чуть-чуть краснеет слегка. Вот. На срезе мякоть у стареньких. Вот так. Два желтых боровика. А вот, друзья, дубовый грусть. Он такой молодой, когда волосатый. Похож немножко даже на волнушку розовую. Млечник. Вот, млечный сок. Все, я пластинки тронул. Млечный сок у него жгучий. Гриб можно солить. Нужно вымачивать. Но я его не возьму, потому что у меня на засолку вообще никаких груздей нет. Только подгрузок белый, а вымачивать его не нужно. Вот этот один гриб я в тарелке вымачивать не буду. Если только его отварить, конечно, и засолить, тогда можно вместе с подгрузком. Вот они, друзья, и опята. Опенок толстоногий. Но теперь у меня полный набор. Смотрите, сколько их. Вот так вот они растут на почве. Толстоногий опенок. Ну, это как его? Армилария галика. От опенка настоящего. Гриб этот отличить сложно. Тем более, что он бывает и на пнях растет. На валежнике. Ну, так немножко. По большей части вот так. На почве. Он перерабатывает древесный опад. Листья, ветки. Все вот это вот. Он не является паразитом лесным. Не убивает он леса, деревья. Гляньте, сколько их. Вот. Сейчас я вот там видел. Вот они. Опята. Вот. Сейчас я вам срежу один. Вот он. Мне как-то спрашивали, как вообще отличить опята от других грибов. Ну, вот. У него есть покрывало. Довольно-таки такое носка жестковатая, конечно. Вот. С зонами часто. С чешуйками на шляпке. Шляпка в чешуйках. Вот еще. Вот так. Вот он. Гляньте, сколько опята. Ох. Сейчас я корзину добью. Придется, наверное, идти к машине за ведром. А ушел я далековато. Красота. Вот они. Вон они пошли. Вон, вон сколько. И вон. Смотрите, сколько опят. Ну, я сейчас насобираю их. Вот это. Вот. Боюсь наступить даже. И грибов уже корзина. И сейчас еще. Сейчас я добью. Добью опятами. Смотрите, тут такая низинка. Влажная. Она тут и летом была влажная. Даже когда жара была, засуха, здесь была влажная. Здесь была влажная почва. Как дожди сюда все стекает. Здесь такая рядом идет дорога. Все сюда стекает после дождей. Временами даже лужи. И сейчас. Вот через дорогу перейти. Там еще лужи стоят. Да. Сейчас я тут насобираю. Сколько влезет. Иду к машине за ведром. Красота. Вот они. Вот они опята. Опенок толстоногий. Осенний опенок. На пнях пока опят не видно. Они там подразделяются. Есть опенок северный, опенок медовый. Ну, я так понимаю, у нас здесь на дубах, скорее всего, тот, который медовый растет. Северный он на березах. Но они у нас тут где-то должны все-таки и на березах попадаться. Должны они тут где-то перекрещиваться. Места произрастания вот этого северного и медового. И вот плюс толстоногий. Да. Хорошо. Сейчас я вам еще вот их покажу. Да, вот смотрите. Вот опята. Вот возле ноги. Возле ноги. Срежу, пока не наступил. Смотрите, опята, опята, опята. Вон опята, вон там, вон, возле бутылки. Да, опята. Вот, 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 вот. Их тут просто много. Как еще сказать-то? Много. Он вот такой вот, кстати, вот толстоногий опенок, такой вот, зелено-коричневого оттенка вырастает. Маленький когда. Потом коричневый. Похож на все опята осенние. И вон. Красота. Вот это подарок. Шипов лес дарит такие подарки. Вот, друзья, смотрите, о чем я и говорил вам. Вот столько было опят все на почве. И только парочка грибов поднялось на дерево. И то, ну, невысоко. Я помню, когда впервые эти грибы собирал, то есть, ну, предыстория, я собирал осенние опята на Урале, в тайге, на березах, на березовом валежнике, там они могли вырасти на огромной высоте, десяток метров, и ты его не достанешь. И когда я впервые увидел вот так вот, как растут осенние опята на почве, это, я вам скажу, это был какой-то слом грибных стереотипов. Честное слово. Сейчас еще поищем. Встретилась, вот, смотрите, еще рядовка сросшаяся. Вкус у нее, ну, такой нейтральный, как и у голубиной. Вот так вот у нас растается пучками белые такие грибы. Но я их никогда не пробовал. Пишут, что дрип или съедобен, или условно съедобен. Но брать я их не буду. Показать, конечно, стоит. Тут их, тут их наросло. Вот обочина дороги. Вся заросла этой рядовкой. Дорога такая, грунтовая. Машины здесь ездят редко. Возле такой дороги грибы собирать можно. И колесная дорога. Да, ну, их тут сколько. Офигеть, смотрите, как она растет. Вон еще, вот маленькие какие. Вот они, большие. Я все-таки возьму на пробу. Я не знаю, кто-нибудь из моих зрителей, если эту рядовку готовил, то напишите в комментариях, как она вам на вкус. Возьму чуть-чуть. Вот. Вот эти грибы возьму на пробу. Сейчас набрежу корешки. Смотрите, как она срастается. Грибы поперли, так поперли. Всякие разные. А вот он, друзья, зонтик краснеющий. Хлорофиллум рахадес. А то меня уже тут не склоняют, наверное, по-всякому. Я хлорофиллум темно-бурый показывал. Хлорофиллум оливье показывал. А рахадес со светлыми чешуйками нет. Вот он краснеет. Смотрите. Вот он. Сейчас разрежу шляпку. Покажу вам. Вот он. Сейчас. Мякоть в шляпке. В основании, где ножка была, тоже краснеет. Так же, как и темно-бурый. Вот хлорофиллум оливье. Он поинтенсивнее, конечно, краснеет. У него и в шляпке мякоть, пластинки при повреждении краснеют. Вот он. Хлорофиллум рахадес. Зонтик краснеющий. Зонтиков краснеющих, хлорофиллумов, очень много видов. У нас, как минимум, растет три из них. Это темно-бурый хлорофиллум. В широколистных лесах он попадается. Хлорофиллум оливье. Он не попадается в сосновых барах. Кстати, он уже появился. Мне фото присылали. И хлорофиллум рахадес. Это тот самый, который именно считается зонтиком краснеющим. Вот он. Вот ножка покраснела. Я зонтики эти возьму. Вот этот зонтик можно и без отваривания готовить. В отличие от темно-бурого. Но с темно-бурым в чем проблема? Он в зависимости, скорее всего, от места произрастания. Также может и у людей разная восприимчивость может быть. В общем, он бывает токсичен. Но токсичен в каком смысле? Проблемы с ЖКТ. Желудочно-кишечным трактом. И панические атаки вплоть до галлюцинаций могут быть. То есть это не смертельно. Неприятно в какой-то мере. И многие после того, как отравятся им, больше вообще никакие зонтики не собирают. Мне так и писали. Я больше зонтики не беру после этого. Поэтому, если вы готовите без отваривания этот хлорофиллум темно-бурый, то не надо в комментариях призывать к этому других людей. Потому что у них могут быть с этим грибом проблемы. Вот хлорофиллум рахадес. Кстати, вот тоже двойное кольцо. Как и у темно-бурого. Вот там еще. Вот они стоят. Светлые чешуйки. Даже бугорок у него довольно-таки светлый. Не коричневый, как у темно-бурого. Берем. А вот, друзья, и ложный опенок серно-желтый попался. Гриб ядовит. Вот такие вот у него серно-желтые пластинки. Сейчас сфокусировать. Вот так вот. Серно-желтые пластинки. Такая семейка. Они как раз очень красиво выглядят. Фотогеничные такие, блестящие. Красавцы. Гриб иногда бывает путают, конечно, но на осеннего опенка он совершенно не похож. Вот. Смотрите. Вот серно-желтый опенок и осенний опенок. И пластинки белые, не серно-желтые. Вот он коричневый. Вот. И вот такой серно-желтый. А вот и подберезовик жестковатый. Или твердоватый по-другому. Я те грибы в машине оставил. То, что было сверху, то, что было сверху, я переложил в ведро. И у меня получилась полная корзина. И пол ведра еще. Вот они, подберезовики. Вообще, конечно, я вот считаю, что правильно называть их подосиновиками. Сероголовиками. Потому что растут они под тополями и осинами. При повреждении мякоть становится серо-черной. Кстати, влажная погода сейчас, и они прям так интенсивно темнеют. Вот когда сухо было, они как-то долго, пока раскачаются, долго темнели. Сейчас быстро. Вот он еще сероголовик. Так. Хоба. Подъеденный слегка. Ничего страшного. Он чистенький червей. Главное, червей нет. Масленок подъеденный я еще могу оставить. Мне не жалко. Подберезовик надо забирать. Темнеет уже, гляньте. Да, в сухую погоду не хотели так темнеть через время. Вот что влажная погода с грибами делает. А вот, друзья, клавикорона крыночковидная. Вот еще. В прошлом году она, наверное, в июне и кончилась. Это клавикорона из-за засухи. Есть такое утверждение, что в зависимости от того, на каком субстрате она выросла, клавикорона бывает горькая, а бывает не горькая. Но мне горькие не попадались. Это тоже не горькая. Я ее жарил как-то. Довольно-таки вкусно. Но сейчас мне и других грибов хватает. Брать не буду. Встретился еще мутинус собачий. Гриб занесен в Красную книгу грибов в Воронежской области. В прошлый раз в сосновом бару, которые мне попадались, скорее всего, все-таки это были веселки, только маленьких размеров. Они были вот такого же размера, как вот этот мутинус. Но какой это вид веселки, я не знаю. Веселка обыкновенная просто намного крупнее. Хотя, может, ей чего-то не хватает, и плодовые тела такие маленькие. А вот это мутинус собачий. Его яйца, кстати, тоже считаются съедобными. Когда мухи объедят вот эту зеленую вот эту слизь, он будет оранжевый такой. Даже сейчас вот видно часть оранжевого слоя по краям. Мутинус собачий. Эти серно-желтые лужное пято красиво так выглядят. Прям так и хочется сорвать и съесть. Ну, или замариновать, а потом съесть. Но нельзя. Нельзя. Серно-желтые пластинки. Вот так вот. А вот это говорушка анисовая. Гриб съедобен или условно съедобен, я не помню. Но пахнет она, как анис пахнет, я не знаю. Но запах этой говорушки, вот, мне лично неприятен. Да. Поэтому я ее не беру. Один запах только отталкивает. Хотя гриб и считаются то ли съедобным, то ли условно съедобным. Но при варке там тоже будет очень сильно ей пахнуть. Этой говорушкой анисовой. Я ее лучше в лесу оставлю. Пусть тут лежит. Ну, итог, друзья, вот такой. Корзина полная. И ведро полное. Еще у меня одно ведро осталось пустое. Я его не насобирал. Просто уже устал из сыра. И ноги сырые уже. Насобирал я желтых боровиков полубелых. Много. Больше всего, наверное, их осенние опята толстоногие. Вот, смотрите. Рядовку голубиную. Рядовку сросшуюся. Зонтик пестрый. Зонтик краснеющий. Который именно хлорофиллум рахадес. Сухой грусть. Подгруздок белый. Сухой грусть. В общем, грибов очень много. Да, много всего сегодня попалось. И кирпично-красный опенок. И ложный опенок серно-желтый. Говорушка анисовая попадалась. Печеночницы очень много. Я ее уже не беру, потому что я ее с июля уже снимаю, показываю. Я уже ей наелся. Кто ни разу не собирал, конечно, собирайте, берите. Гриб вкусный. Только вымачивать нужно, если большой, старый. А если молоденькие, небольшие, так они не сильно-то и кислые. Вот такой вот. А, да. Под березовик жестковатый еще я насобирал. Он тут в ведре. На дне там где-то под сухими груздями и под зонтиками сложенный. Ну, сейчас я его достану. Вот, я немножко переложил. Вот они, под березовик жестковатый. Вот еще они же. Вон этот прям активно так уже черноватый такой темнеть начал. А, еще был дубовый груздь. Одна штучка. Один я взял. Было много сыроежек, я их не собирал. Вот она, рядовка скучная. Это я их пообрезал. Они скучные, сросшиеся. Они прям такие сросшиеся между собой были. Что я снимал на видео. Это я обрезал корешок. Вот такое вот. А вон она голубиная. Кстати, с нее кожица снимается неплохо. Вот такое вот. Всем удачной тихой охоты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok